Слава Украине! Привет всем! От Полуанского родили наконец-то, ребята! Только что Верховная Рада заборонила религиозные организации, связанные с Кремлем. И сразу скажу, это не запрет УПЦ МП, то есть Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, или как ее еще называют Российской Православной Церкви в Украине. Нет, это речь не идет именно о них. Речь идет о религиозных организациях, или псевдорелигиозных, как вполне возможно можно говорить о УПЦ МП, имеющих свой духовный, или канонический, как они их называют, центр в стране-агрессоре. Все очень просто. Если ты связан с ФСБ, с Кремлем и так далее, тебе не место в Украине. Вот, собственно говоря, это понятно. Да, давайте сразу о большинстве. 265 за голосов, там, по-моему, 29 против, 24 воздержались. Ну, интересно, кстати, кто против, кто воздержался. Ну, я думаю, что голосование там открытое, поэтому мы узнаем, кто голосовал против, кто воздержался. Тут даже не по фракциям, скорее всего, голосовали, а, знаете, по зову сердца. Да, тут, я так понимаю, те же слуги голосовали как в ту сторону, так и в другую. Это 100%. А ПЗЖ, бывший, понятно, голосовал против. Ну, тут все ясно, да? Вот. Ладно, давайте о другом. Почему это заняло столько времени? Огромное количество времени, действительно. У нас третий год, война с Россией. Вот, запрещают Российскую Церковь только сейчас. И то, ну, как запрещают, смотрите. Их фактически не запрещают. Им просто дали 9 месяцев на то, чтобы они разорвали какие-либо связи с московским паханатом. Вот, собственно говоря, и все. Никто их сейчас закрывать не будет. Они себе как фунциклировали, так и фунциклировать, поверьте мне. Будут. Другой вопрос, кто из них захочет разрывать связь с паханатом, с Кремлем. Почему я говорю, что именно так с Кремлем? Да потому что в Советском Союзе практически все священники, я не говорю себе там за редким исключением, были одновременно стукачами КГБ, либо же офицерами Комитета Государственной Безопасности Советского Союза. Это без вариантов. Просто ты не мог тогда стать попом, по-другому. Вот. И понятное дело, что Гундя имеет там кличку подпольную, КГБ, он имеет и должность. То есть я не знаю, кто он там, полковник, генерал-майор, кто у них он. Вот. Но в любом случае, подчиняясь этой вот гундяевской секте сатанистской, соответственно, любой священник в Украине тоже становится, ну, как бы косвенно сатанистом и КГБшником. Ну, сейчас оно у них называется ФСБ, что абсолютно не меняет сути. Все там, почти все попы РПЦ, они из этой помойки, из ФСБшной, из Кремлевской. Поэтому связь с ними чернит любого священнослужителя, прежде всего в Украине, да. Что теперь будет? Ну, во-первых, я не очень понимаю, как они, почему они за них держатся. Ведь, по сути дела, вот эта РПЦ, она нелегальная секта, она не связ... Ну, то есть у них нет абсолютно ничего от связи там с Иерусалимом и так далее, и так далее. Это просто секта, которая... самозванцев, у которых нет Томаса, у которых вообще нет ничего. Но, которая действует по правилу, кто... Я большой, а значит, я прав, да. Это как если танк заедет на перекресток и поедет на красный свет. Вот это РПЦ такое же. Да, у них много прихожан, они говорят, да, мы не святые, да, мы не имеем к Иерусалиму, там, к Христу вообще никакого отношения. Нет, не имеем, ну и что? Зато нас много, мы большие, у нас есть фуражка Гитлера и танки. Вот, и, собственно говоря, вот этим они и заняты. Да, танк, если поедет через перекресток, ты можешь тысячу раз ехать на зеленый свет. Он тебя раздавит, да. Вот это у них такая политика, собственно говоря. Если мы тебе не это, мы тебя просто подомнем. Да, значит, теперь, что касается девяти месяцев. Родить можно, да, за это время, кстати, о птичках. Им как раз очень хорошее время дали. За это время все общины должны подтвердить, что они, ну, или те общины, которые хотят оставаться религиозными, хотят иметь свои церкви на территории Украины. То есть, подтвердить разрыв полностью связей с этой церковью сатанистской, да, которая молится в черном храме сатаны, на московские вооруженные силы, на фуражку Гитлера, на китель Гитлера. Там они, Путин с Гудяем вместе молятся, да. Вот, то есть, разорвать с ними связи и подтвердить это. Вот, все довольно просто. И дальше проводите свои церковные мероприятия. Каким образом это можно сделать? Ну, можно войти в ПЦУ. Если вам не нравится ПЦУ, значит, можно войти в состав Киевского Патриархата, например, к Филарету пойти туда. Вот, может как-то им договариваться. Ну, правда, этот Варфоломея не захочет. Уже спрашивали, там, мол, создать в Украине еще одну какую-то церковь. Ну, пускай едут к Варфоломею, он имеет право, скажем так, дать еще один Томас. Ну, что-то выдумывают, пускай. Но главное, чтобы они не оставались под пятой сатаниста Гундяя и Москвы. Вот, собственно говоря, и все, что от них требуется. Пойдут ли они на это? Нет, большинство не пойдет, сразу говорю. Не пойдет. Они упоротые. Они упоротые москвофилы, и толку с них мало. Значит, потом последует следующее. Что будет потом? Все довольно просто. Если они останутся в пределах, ну, скажем так, в чертогах московской церкви, ну, тогда, смотрите, 99% церквей, которые занимает на сегодняшний день московская церковь в Украине, они стоят на земле, принадлежащей державе, либо же местным властям. То есть, это не их земля. Это не их строение. Соответственно, они просто будут оттуда выселены. Вот, собственно говоря, и все. И будут вести службу по домам как-то, я не знаю, по хаткам будут ходить и так далее. Среди тех, кто любит Путина, среди тех, кто любит Гундяева. Вот. Ну, и будут как-то вот свои религиозные... Точнее, это не религиозные надобности, а религиозно-политические надобности удовлетворят вот таким вот извращенным способом. По-другому никак в свободе Украины. Точнее, это не религиозно-политые надобности, а религиозно-политые надобности. Продолжение следует...